Уважаемые дамы и господа, мы всю неделю с вами разбирали вопрос, Боже, что же делать с нашими капиллярами? Мы с вами поняли на неделе, что капилляры это святое святых. То есть, чем больше между артерией и веной капиллярных сетей, тем лучше кровоснабжение, питание, обеспечение кислородом каждой-каждой клеточки, которая находится в этих капиллярных петлях, в этих капиллярных зарослях. И что такое молодость? Молодость это когда тьма тьмущая капилляров между артерией и веной. Что такое старость? Этот загликировали сладеньким или крахмалистым, здесь в этом застрял какой-нибудь грипп родокандида, воспалительный процесс, а этот погиб от бездействия. Какое может быть на лице бездействие, если у нас с вами здесь постоянная мимика, у нас изнашивающая мимика? Я сегодня была напряжена, потому что решала вопросы с ребенком и у меня были сведены брови. Я уже решила вопросы с ребенком, ну действительно, легкий был вопрос, но спазм остался. И так, понимаете, можно на всю жизнь застрять в этом состоянии. Поэтому сегодня я вам показываю баночный массаж. Я его впервые, честно говоря, показываю в общем доступе. Вот, никогда этим раньше не занималась. А вы пока берите маслечко любое. Ну, какое у меня? У меня не любое. У меня масло ЖЖБА в перемешку с маслом зародышей пшеницы. В перемешку... Ой, слушайте, так как я сегодня буду мыть голову, надо было сначала волосы убрать, но голову я все равно буду мыть. Сначала убираем волосики туда-назад, чтобы они вам не мешали, да? А потом наносите на личико какое-нибудь масло. Наносите так, приличненькое количество. Смотрите, у меня масло авокадо, ЖЖБА, кунжутное и масло зародышей пшеницы, и еще эфирные масла. Я так, знаете, не жалею, как для себя. Вот так вот, щечки, подбородок, внизу, лоб и обязательно височную часть. Вот это вот все, что мы сегодня с вами проработаем. Почему баночка? Баночка у меня есть такая. Есть у меня баночка такая, я люблю такую. Стоит вам баночку прикрепить к телу, туда, видите, засасывается ткань. И эта ткань моментально, что делает? Краснеет. То есть капиллярчики моментально наполняются кровью. Мы не держим в одном месте, иначе будет синяк, мы будем двигать, да? Ну, давайте прилепим. Смотрите, мы работаем очень слабеньким вакуумом, очень слабым. Буквально едва заметным. Потому что, например, вот та зона, с которой я сейчас начала, если она у вас проблемная, она у всех проблемная. Это подбородок, он вечно в состоянии спазма. То будут микросинячки. Я их не боюсь, но зачем вам ходить с синякатами, да? Нехорошо в синяках ходить. Справа влево, справа влево. Здесь, на самом деле, на курсе трансформации лица мы будем работать с подбородочными мышцами, освобождать их, с треугольными мышцами будем работать, с мышцами, которые дают нам складки скорби, опускают вниз угол рта. А сейчас просто уберем отечную жидкость, застойную жидкость, лимфу, выгоним старую, вонючую, которая хотела давно уйти по путям лимфоотока, но как-то ей не удавалось. Вот смотрите, два движения. К право-влево. И сверху вниз. Звуки те еще. Объясните семье, чем вы занимаетесь в ванной комнате. Вот. Дальше, смотрите, я на всякий случай держу подбородок, прилепляю на подбородок баночку, можно поменьше, и веду ее куда? Я веду ее туда, к ушку. Я как бы показываю движением баночки, куда тканям распределяться. Потому что у нас настолько мощная мимика, что все сползает в центр, к носу, к напряженному рту, к подбородку. И получается, вся периферия падает нам на центр лица. Зачем? Крупная банка это тоже очень хорошо делает. Сколько мне нужно таких движений? Аккуратненькие движения. На полном открытии рта. Чтобы не таскать за собой кожу. Чтобы даже если вы смотрите на себя, желательно смотреть на себя в зеркало, чтобы вам нравилось то, что вы делаете. Это было эстетично. Баночку снимаем очень аккуратненько. Все, мне достаточно. Если видите, ну, разовизна появляется, этого достаточно. Нам не нужно сжечь себе подкожную жевую клетчатку. Нет. Нам нужно только что сделать. Нам нужно просто пригнать кровь в капиллярные русла. Чтобы кровь пошла через капилляры. Это называется, наша мама пришла, молока принесла. Нет. Наши клетки не молоком питаются, а питательными веществами крови. Представляете? Прицепили на уголочек рта и к ушку. Даже не к ушку уже, а к скаловой косточке. Теперь к носику и до скаловой косточки. Вот. И чувствуете, ощущаете, что вы чувствуете. Какое-то такое чешущееся ощущение, возможно. Какое-то, ну, не знаю, иногда соединение, боль. Ну, до боли никогда не доходим. Просто делаем несколько таких движений, которые сделают вам щечку красной. Все. Сделали красную щеку. Больше вам ничего не надо. Больше вам ничего не надо. Отстаньте. Теперь, крепим банку в область скуловой косточки. И рядом с ухом спускаем ее вниз. Я сейчас иду над мышцей, которая называется жевательная мышца. на полном открытии рта. И если я стрессовая девочка, я стрессовая девочка, таких очень много, то мне здесь будут неприятные ощущения. Если как-то вам непонятно, кстати, чем ниже вы будете спускать эту, в том числе, лимфу, мы сейчас вниз гоним туда, в надключичные зоны, тем лучше. Я тогда прицепляю банку и немножко ее тряплю. вправо-влево. Работаю в непосредственной прилипке к уху. И еще. И еще. Вот это более неприятное. Никогда не делайте мощный вакуум. Делайте его нежным. Все. Мы с вами щечку обработали на самом деле. Хорошо. Теперь идем на височную зону. На височную зону. Просто лепим банку. Не тут-то было. Эта банка так и норовит соскользнуть, потому что здесь через волосы затаскивается, затягивается воздух. Но все-таки прилепить ее можно. Особенно тем девушкам, у которых височные мышцы до конца не атрофировалась. Вы найдите, как ее прилепить. И вот буквально те 2-3 секунды, что она в состоянии прилипла к вам, делайте небольшую трипалочку такую вправо-влево-вправо-влево. Зачем я это делаю? Чтобы синяка не оставалась. И снимайте банку вверх и назад туда к темени. Вверх и назад. Прилепили? Вверх и назад. Чего я хочу? Я хочу, чтобы вся височная область, включая волосистую часть головы, стала красной. Чтобы туда пришла кровь, принесла кислород, питательные вещества. Подарила все это коже. Потому что многие из нас уделяют большее количество времени намазыванию кремов. Еще большее количество времени. Массажисты, боже, ну я тоже хожу на массаж лица. Все понятно. Но своими руками, которые у вас всегда, всегда, вот ваши руки всегда с вами, они всегда под рукой. Вы можете делать очень интересные вещи. Засасывайте прям наружный угол бровки. И когда вы понимаете, что вам достаточно. Когда наружный угол бровки выше, чем на стороне без обработки. Потрепали, потрепали, сняли. Так, хорошо. Уже красненькая видно, да? Больше не надо. Теперь делаем из себя единорогом. И сразу смещаем вверх баночку, волосистую часть головы. Когда я делаю этот массаж? Перед мытьем головы, ясное дело. Сейчас у меня вся волосистая часть, но рядом с лицом будет жирная, масляная. А мне сегодня еще с людьми видится. Поэтому я пойду сейчас мыть головы, ясное дело. Или маленькая такая баночка. Если у вас лобная мышца атрофировалась от бездействия, то не будет ничего лепиться. на курсе трансформации лица, кто захочет, кто захочет работать не популистскими методами, а прям помогать, осуществлять скорую помощь, и не скорую помощь, плановую помощь своим собственным мышцам, которые умирают от гипертонуса, от спазма, потому что мы привыкли носить на себе различные гримасы, и не замечаем, как они, как, фактически антигимнастика, так вот у вас не будет прилипать баночка, ну, вы знаете, разработается все, будет прилипать везде, и вы хватайте так, чтобы и бровка засасывалась, делайте небольшую трипалочку вверх, и снимайте туда волосистую часть головы, я ощущаю большую баночку, как более такую эффективную, потому что у меня лучше засасывается, и активнее ползет ткань вверх, может быть, у кого здесь косточки, костная ткань более выраженная, но такой выпуклый лоб, вам может быть и миленькая баночка будет здесь лучше, в общем, все должно быть эффективно, так, хорошо, давайте еще несколько таких движений, это можно делать прям под меня, вместе с вами, взяли баночку и вместе делаем, и смотрим, отслеживаем результат, мы работали только с одной стороны, я что-то выбрала левую, вот, и я смотрю, так, бровь, она у меня подскочила, наружный угол глаза поднялся, здесь он ниже, что еще, что еще, так, у меня асимметричная камера, сейчас я попытаюсь смотреть в центр, вот, что еще, что еще, смотрим под глазное пространство, оно может быть более светлым, более ровным, носогубка, она, молодая носогубка, идет, знаете, более горизонтально, что ли, а старая носогубка висит более вертикально, и вы можете заметить, что уголочек рта немножечко, но у меня никогда угол рта вверх не смотрел, но он может, вот, знаете, длина рта со стороны обработки может быть более длинная, чем со стороны без обработки, вот, а если у вас уголочек рта, когда-то смотрел вверх то он подымется вверх ну и со стороны обработки обращаем внимание на брыльку она может быть более сглажена и вы со стороны обработки можете также увидеть что здесь как бы объема больше и этот объем не внизу а больше вверху но каждый смотрит на себя ну на мне асимметрия видите очевидно я конечно не хочу так оставлять да поэтому сделаю с другой стороны быстренько повторяем начинаем с подбородка можете скользнуть на нижнюю поверхность и там просто ткани разогреть здесь у многих людей на самом деле много застойной лимфатической ткани жидкости делайте именно в том объеме в котором я вам показываю и не делайте в большем объеме то наставите на себе множество синяков почему я это открытый доступ никогда не выкладывают только меня просто убедили вот потому что боюсь боюсь ты вдруг люди как-то не так сделают и так далее а под моим присмотром не боюсь итак показываем куда тканям развиваться смотрите ребята туда не надо прилипать к центру туда и от краешка носа здесь у меня лучше меленькая баночка работает по подглазном пространству поднимаю ткань к скуловой косточке быстро делать не надо понятно что у меня отработаны движение но зачем быстро быстро не надо и рисуйте по себе рисуйте вот так хотите чтоб ткань была смотрела вверх пусть она смотрит вверх а ну-ка давай и еще и вот туда и хорошо розовенькая розовенькая все так подожди я эту сторону обрабатывала да я уже не помню какой обрабатывал да вот цепляем и идем по зоне которые рядышком с вашей ушком и три палочку что не помню с какой стороны работала наверное с этой стороны работала да вот вот да с этой стороны извините так делаем три палочку так как я упустила эту сторону еще раз повторю много не делаем почему я боюсь чтобы вы не переусердствовали есть девочки я отношусь к таким мне так понравилась баночная техника что я думаю все буду делать каждый день что мне сложно что ли такой крутой результат длится долго мне не сложно буду делать каждый день но прежде чем я посмела к себе баночками к своему лицу прикоснуться на самом деле я года четыре сидела на форумах всевозможных все теперь висок пошли на форумах всевозможных и смотрела но должны же быть побочные эффекты должны же быть побочные эффекты и они есть эти побочные эффекты касаются тех людей которые ежедневно занимаются вот этой технологией и у них вылазит пигментные пятна поэтому пожалуйста не делайте каждый день если вы моете голову через день приурочите это к мытью головы но обычно люди это делают утречком утречка взбодрили свои клеточки накормили их сделали им капиллярную такую гимнастику вот и помыли голову сделали себе укладочку на макияжились и идете украшать этот мир это очень логично вот примерно в такой же в таком же объеме не больше пусть это будет через день но есть девочки с очень худенькими лицами девушки смотрите засасывайте прям краешек бровки вверх серединку бровки вверх начало бровки единорог вверх и если у вас есть возможность делайте 3 палочку 3 трепем право влево право влево и вверх в общем девочки с худенькими лицами должны делать этот эти подходы раз в неделю потому что я очень боюсь что вы сожжете свою подкожно-жировую клетчатку это ровным счетом никому не нужно наша подкожно-жировая клетчатка если она пышная она скрывает неточности подлежащего мышечного слоя которые куда в более плохом состоянии на самом деле понятно поэтому не переусердствуйте то что мы сейчас с вами делаем все равно это не то что популизм нет но есть более глубокие методики работы с мышечной оболочкой нашего с вами лица которые дают действительно долгосрочные крутые результаты которые называется переобучу к я центральную нервную систему пусть перестанет держать этот глупый и ненужный гипертонус а вот то что мы с вами сейчас сделали это называется запада полировать результат понимаете ну смотрите эта сторона догнала предыдущую тоже поднялась бровка вы будете замечать что с одной стороны бровь лучше поднимается с другой хуже вроде бы наружные уголочки глаз выровнялись хотя с этой стороны с все равно ниже есть плюс объем носогубки не так сильно меня расстраивают ну в общем такое впечатление что я лицом сходила куда сам в общем мне нравится теперь вот это все сальная вещь нужно пойти помыть голову сделать новый макияж и пойти украшать этот мир и так баночный массаж каждый день мы не делаем мы делаем через один день если у вас полненькая личка как у меня а если у вас худенькая личка раз в неделю ну ладно два раза в неделю и очень аккуратно буквально в таком объеме как я вам показала чтобы что не сжечь подкожно-жировую клетчатку и знаете лицо она как минимум трехслойно и для того чтобы достичь результата не имеет смысл просто возёкать чем-нибудь по коже то что мы сегодня сделали это достаточно глубоко это в том числе и мышечную ткань стимулирует и крови наполняет но лучше работать изначально с мышечной ткани